Всем привет! С вами Андрей. У нас рыцари, бумаги и пера. Третья часть. Собственно, в прошлой серии мы победили чемпиона, так называемых, Етинах с контратакой. Было весело. У нас, собственно, город выглядит в данный момент вот таким вот образом. У нас пятый данж, двенадцатая библиотека, восьмой кузнец, седьмая печка, пятнадцатое хранилище, десятый маркет. Вот, ратуша пятнадцатая, гильдия тринадцатая и, собственно, храм девятый. У нас, собственно, как персонаж вообще выглядит, собственно, что они из себя представляют. Тут у нас получается воин, профессор, человек. Профессор, это враги, пятнадцатипроцентный шанс будет адековать именно вас. У нас также присутствует клерик, это человек, так называемый торгаш. Десять процентов золота за квесты. Присутствует рога, эльф, татуировщица. Татуировщица, это при начале раунда рандомный дебаф снимается, один, и накладывается за место него один рандомный баф. Очень полезный перк, рекомендую брать на постоянке. Шаман, констебль, человек. Собственно, в начале боя на рандомного врага накладывается понижение инициативы на максимум, то есть он будет ходить последним. И паладин, собственно, человек, фишер. Собственно, враги атакуют с десятипроцентным шансом именно так называемого рыбака, собственно, паладина. Вот, у нас вот такая вот экипировка, то есть у паладина, как вы видите, синие шмотки, кроме щита, и щит у него фиолетовый. А остальные шмотки синие. У шамана зеленый доспех, я ничего пока лучше не нашел. Синий посох и, собственно, синий щит. У роги все синие шмотки. У клерика синий щит, синий посох и, собственно, зеленый доспех. У танку вар фиолетовый щит, он был квестовым. Собственно, синие оружие, но оно дропалось в основном с вторичных квестов. Ну и, собственно, гранитный армор, он также дропается с вторичных квестов. То есть его можно даже не покупать, можно его с вторичных квестов найти. Вот. По тренинкам у меня что стоит, чтобы вы имели представление в целом. Собственно, при старте раунда 20% шанс затаунтить врага на себя. Также у него стоит хп. Это все я либо покупал в магазине, либо выбивал с побочных квестов. Собственно, это 10% шанс на спас-броски, так называемые. Ну, чтобы на вас не висели дебафы. Кольцо. Ну, золотое кольцо, оно дает дефрейтинг на 130. На самом деле это очень мало, но все-таки пока еще лучше я не нашел. Собственно, на клерике у меня стоит минт, спелл пауэр. Минт это так называемая магическая сила, она повышает именно эту стату. Поэтому минт отвечает именно за магическую силу. Спелл пауэр, я думаю, понятно, что это магическая сила. Также у него присутствуют спас-броски плюс 5 для всей пати. Но очень полезно, учитывая то, что клерик кастует спас-броски. У меня прокачано на плюс 13 с помощью своего навыка Блэс. Вот. И также у меня на боди стоит боди это телосложение. Оно плюс 12 у меня стоит. Соответственно, он чуть потолще. А что такое спас-броски? Спас-броски это вероятность того, что вы снимете с себя, по крайней мере, сократите длительность негативных фиктов наполовину с себя. Соответственно, если там один негативный эффект, вы, собственно, в ноль его убираете. Если там негативный эффект, например, 30, то вы, грубо говоря, 15 негативных эффектов получите. Но урон вы, в любом случае, получите от негативного эффекта. У Роги у меня физ-пауэр стоит. То есть, наверное, физическая сила. Две одинаковых триньки. Яд скорпиона. Это атаки 10% яда. И 20% дамага. Тоже все с побочных квестов, либо с магазина вытащено. И, собственно, так называемая статуэтка деревянная увеличивает инициативу. Она дает вам возможность ходить первым. Всегда. Для Роги это очень важно, потому что Багстеп работает именно, когда вы обгоняете цель по инициативе. Шаман. На Шамане у меня стоит Яд. Тоже куплен в этом. Либо по квесту вроде я получил его. А нет, я, скорее всего, купил в магазине, потому что 11-ые не дают по квесту. 11-ые в магазине можно так купить. Ну, в моем случае на 11-ом уровне. Я магазин сейчас покажу еще. Девятая книга увеличивает спелл пауэр. Ну, так называемую магическую силу шамана. Минт я уже говорил. Это, собственно, увеличит тоже магическую силу шамана. Ну, и, собственно, вторая тоже такая же дублирующая. Собственно, паладин на ХП, на дефрейтинг. Так называемая сфера защиты. Она увеличивает защиту на 90%. На 90%. То есть, это практически его не пробить. Ну, и, собственно, на фокус. Фокус это что-то похожее на защиту. Увеличивает. То есть, в основном, я ее использую именно как защитную фокус. Вот. Магазин у меня в данный момент 10-й, 11-й уровень. Вещи. Как вы видите, вот, опять же, гранитный доспех. Тут можно что-то прикупить. Вот, например, фокус сейчас плюс 13 уже. Можно прикупить на 10-й этот. Вот. Давайте посмотрим. Тут есть. Она двуручная для нас бесполезная. Собственно, она фиолетовая. Я думаю, мы ее пока оставим. Кстати, она моя за бесплатно дадут. Судя по награде за квесты, как вы видите, 250 монет и 112 зол этого опыта. То есть, для нас ее бесплатно дадут. Давайте ее заберем. Дубинка для нас бесполезная, потому что, во-первых, она двуручная. Магу, в принципе, можно было бы ее отдать. Но, опять же, Магу эффективнее отдать одноручное оружие. Ну, хотя она фиолетовая, для него, конечно, было бы получше. Ну, вот, собственно, мы отдали ее бесплатно. Дубинку. Давайте ее сразу уберем, для того, чтобы она нам не мешалась в инвентаре. Ну, во-первых, фиолетовые вещи, это первая фиолетовая вещь, которую я получаю. Ну, не считая щита, который тоже был по квестам. Вот, поэтому как-то так. Давайте посмотрим дальше. Очень. Собственно, тут надо кого-то забить. Я, правда, не знаю, где этого моба искать. Поэтому я даже заморачиваться на нем не буду. Собственно, ей дают катану. Ну, что касаемо катаны, ну, может, она, конечно, и сильна, но не настолько прям как вау. Нам нужно будет опять куда-то идти. Дают пятый поушин. Давайте посмотрим по квесту, пробежимся, посмотрим. Ну, вообще, катана, в принципе, не особо, я думаю, сильна будет. Там 200 защиты вроде на катане было. А хотя, защита тут прям вау. Да, катана все-таки лучше, чем наше тихующее заряжение. Это явно. По крайней мере, для тонкалания катана будет смотреться неплохо. Плюс, так же, катану можно отдать роги, например, тому же самому у нее будет чуть-чуть посильнее дамаг и так далее. Давайте посмотрим, куда нам надо идти. Ну, собственно, в центр на равнины. Давайте пробежимся. Ну, у нас напали огры какие-то, так называемые етины. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Ну, первого етина мы уже видели. Ух ты, у них стоит гард. Обратите внимание, у задних стоит гард. То есть, мы сталкивались уже с таким гардом. Это контратака. Как только он на себя кастует этот гард, вы заколебетесь его бить. На самом деле, по понятным причинам мы кастуем уклонение на себя. Тут кастуем блэс, потому что эти будут давать стан. Сюда кастуем дождь. Камень полетел. Камень это обычная атака этих етинов. Есть еще критическая атака, но она станет. А вот это вот. Критическая атака, но она станет. Вот внимание, его застанело. Ну, опять же, этот номер 8 скастовал на себя, собственно, гард. Но мы его пока не планируем бить, поэтому для нас все равно. Танк не походил, потому что танк забирает дебафы. То есть, мы, по сути, сейчас будем ходить шаманом, скорее всего, как вы можете увидеть. Как вы видите, я хожу шаманом, но я не ходил танком, потому что танк забирает дебафы на цели, которые он защищает. Собственно, кастуем гард ауру. В теории можно сагрить, хотя давайте сначала щит кастуем. Ну, бесполезно бить рогу. Рогу элементарно толще. Давайте срежем это чудо. Да, обратите внимание, мы его срезали за один удар. Там получился даже критический. Он, кстати, полторы тысячи, но это копейки. То есть, он слабый очень. Обратите внимание, он при смерти даже нас пытался дамажить. На самом деле, это очень смешно выглядит, потому что у него, грубо говоря, удар, его выбивает хп полностью. То есть, он нас, по идее, не должен дамажить было от слова совсем. Опять куда-то надо идти. Опять отражатели. Как вы помните, мы уже с ними дрались. Тут самое важное. В первую баран, который находится под номером 10, его нужно бить в последнюю очередь. Потому что барана вы просто элементарно не убьете. Чтобы драться против отражателя, отражатели бьют по площади, причем очень больно по площади бьют. Также бьют в одну цель. Вот, как вы видите, удар 1700 был. А мы получили только 500 единиц. Соответственно, урон очень большой. Они не бьют дебафами. То есть, вы можете смело... Как вы видите, он двоих начал дамажить. На самом деле, отража... Вот, опять же, удар 2400 был. Две 800 от этого барана прилетело. Начинаем вырезать. Мы вырезаем сначала мелочь под номером 3 и под номером 7. Потому что они элементарно... Ну, они вам ничего практически не сделают. И кастуем второй раз дождь. Начинаем бить мелочь. Танку кастуем блок. Мелкий не смог снять с себя яд. Но он пробил этого. Клерика. Очень сильно. 2400 удар по танку. Ну, для танка это копейки. Давайте попробуем срезать номер... Получается, 8. Хотя, я думаю, если мы убьем 4, номер 6 тоже упадет. Номер 8. 50% удар получит. Давайте... Собственно, мы убили двоих. Какое-то достижение получили. Давайте убьем отражателя. Теперь последним бьем барана. Ему можно дать слабость для того, чтобы он меньше вас дамажил. Он, конечно же, ее снимет. Попробуем дать ему стан. Скорее всего, он на него не подействует. У него 2000. Давайте попробуем его срезать. Да, 5700 удара. Он все-таки хватило урона. Второй бой. Тут уже два барана. На самом деле, два барана это очень тяжело. Тут главная инициатива не проиграть, а мы ее в ноль проиграли. Это очень плохо. Кастуем уклонение. И кастуем, собственно... Я даже не знаю, что так ставить. Давайте скастуем, наверное, этот слабость на задника. Давайте посмотрим, сколько там хп вообще в целом. 13-тысячный баран, 9-тысячный, 4-4. Но в целом, дохленькие они. Удар по площади. Шаман практически не живет. А вот этот упал. Это очень плохо. Мы его не сможем воскресить, скорее всего. Срезаем мелкого. Учитывая то, что упал у нас этот, нам нужно скастовать на себя склянку. Склянку на магию. Желательно с регенерацией, если есть. Давайте посмотрим. А с регенерацией, наверное, нет такой склянки. Ну вот это очень слабая склянка. Она как бы вроде есть, но она очень вдохленькая. Для нас она бесполезная. Ну вот, если только она опять же 90 хп, но это 90 магия, прям смешно. Давайте вот эту, наверное, возьмем. А, хотя у нас магия пока терпит. Ходит четвертым. Ну, в теории лучше скастовать сейчас, чтобы у нас магия была. Около тысячи примерно. А, опять же, на себя. Нужно для пати. Для пати. Хп. Хп. Энергия. Вот. Активировать. И танк ходит, собственно. Давайте ему гард дадим. Ходит шаман. Давайте попробуем скастовать дождь. Гартаура. И, собственно, мы пытаемся срезать номер два в данный момент. Мы смогли срезать номер два и номер три тоже. Пробуем их сагрить обоих на себя. Пока жив один кабан, второй будет меньше урона получать. Они не пробивают его, потому что защищает его этот вар. Если бы так называемый вар перестал его защищать, то мы бы, скорее всего, проиграли. Тут нам, скорее всего, не хватит урона, потому что этот кабан его защищает. Но и яд ему в любом случае хватит, поэтому просто пробьем и сагрим на себя. 26 яда он не сможет снять, скорее всего. Да, 26 яда он сгорел. Остался один. Давайте скастуем на него. У нас ничего не получилось. Дадим ему сало. Будем продолжать его бить. Ну и агрим на себя. 22 яда и он ударил по площади, но удар по площади для него у нас уже бесполезен. Он слишком слаб. Единственное, у нас клейка убили. Из-за этого он в бою от слова совсем никак не помог. 6500 его воскрешение стоит. Нам подсказывают то, что у нас что-то присутствует в плане прокачки. Давайте посмотрим. У нас щит прокачался до 15 уровня. А также кинжал роги прокачался до 7 получается. До 8 даже. До 7 неплохо. В целом. Также у нас прокачалась гильдия. награда. А нет, у нас награда. Мы получили собственно за вот этих мелких награду. Давайте ее заберем. Опыт и золото собственно мы получили. Также получили бесплатную энергию. Склянку бесплатную. Давайте посмотрим куда нам там дальше надо идти. Нам говорят, что надо в замок шлюпать. Давайте добежим. Это очень слабый бой. А скорее всего это не квестовый бой, потому что квестовый бой он должен быть элементарно сильнее. Агрим на себя обоих. Смотрим сколько там 2000. Давайте попробуем стандарт. У нас получилось это сделать. Яда хватило чтобы убить скелета. и просто срезаем эту пчелку. Нам дали книгу, но она скорее всего бесполезная судя по внешнему виду. Давайте посмотрим какой это уровень. Это седьмой уровень. Для нас она бесполезна. Квест мы сдали. Получили четвертую катану 26 монет. А катана в принципе она лучше для танкования. единственная проблема катаны в том что она низко уровневая. Давайте ее сравним. Собственно вы видите тут дефо 400. Для танкования эта катана идеальна. Плюс даже физический дамаг есть какой-то да я думаю катана для танкования будет идеально смотреться. У нас присутствует тут зачарование но это в принципе фигня. Тут 200 хп немножко уклонения либо оставить так как катану отдать этому уроги опять же уроги уклонения но оно нужнее катана конечно неплохо смотрится но хотелось бы конечно что-нибудь получше не знаю я думаю мы так и оставим у нас у нас посмотрю так называемое восхождение давайте посмотрим кстати убрать будет эту вот ну да собственно рейтинг деф обратите внимание то есть нам нет смысла у нас молот будет всеми статами обладать которые нам нужны обратите внимание у него физик уклонение хил и собственно деф появится то есть для него в принципе не нужно ничего больше поэтому я думаю для нас это будет даже бесполезно гранит армор получает скорость на самом деле это очень смешно потому что скорость не самый полезный атрибут который нужен давали бы хил например тогда да но опять же роги деф рейтинг конечно не особо нужен но в любом случае он пригодится давайте пока уберем катану либо ее можно отдать этим броню зелененькую можно расщеплять смело давайте катану отдадим нашим другим ребятам катана у нас физическая молот собственно первого уровня отдали ему катану ну и собственно гладиатору тоже даем катану это вообще серая вещь то есть вы понимаете насколько у ниндзя тут уж это кинжал есть давайте посмотрим что за кинжал ну вот дадим ему катану вместо фальшона ну вот можно было хантеру отдать но у него зеленая вроде как для него она не актуальна а остальных двух мы пока не открыли давайте эти два предмета расщепим чтобы они нам не мешались но у него оба серые для нас они бесполезны но он чуть сильнее по дефу будет но что толку нам от этого дефа давайте посмотрим что по квесту это квест обычный можно забрать это скорее всего будет из ряда поговорить они между собой наговорятся и отдадут нам драгоценности книжку вот собственно они между собой наговорились отдали нам гемы книжки она книжка текущая для нас бесполезная это тоже бесполезный квест скорее всего просто из ряда поговорить добежать неактуально давайте им тоже воспользуемся топор бесполезен потому что во первых он зеленый во вторых он двуручный давайте добежим куда нас просит либо там причисто поговорить для них а я смотрю просто по награде собственно скот телепортировали давайте посмотрим где мы на карте находимся где-то за стеной на берегу на самом деле на этом месте можно было бы остановиться да тут кстати очень жестокий квест тут прям предвещается и отсюда скорее всего мы не сможем уйти я так думаю ну вот я думаю на этом мы с вами и закончим интересно отсюда можно выйти дайте я посмотрю не отсюда нельзя выйти да я правильно понимаю да отсюда нельзя выйти то есть мы без квеста отсюда не выйдем никак класс то есть вы поняли да то есть отсюда еще и выйти нельзя то есть нам нужно квест в любом случае сделать чтобы отсюда выйти либо провалить его точнее как сказать тут получается у нас замкнутый круг у нас особо вариантов нету ну ладно это будет уже наверное в другом выпуске тогда всем спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока пока